приветствуем вас на нашем канале думали записывать это видео не записывать это видео вообще как все это сделать но сегодня пересмотрев наше старое видео подготовку к новому году в прошлом году решили все же сделать работу над ошибками решили рассказать вам немножко о продуктов потоле и о том чем что мы конкретно закупаем и что мы покупаем к новому году поэтому это видео оно будет состоять как по из несколько кусочков сегодня мы заехали в макро съездили съездили в теско впереди у нас еще рыбный рынок и впереди у нас еще рынок фруктов и овощей но обычно мы как мы уже говорили ездили на рынок колизея значит посмотрев сегодняшнее видео вообще мы в декабре очень часто вспоминает декабрь прошлого года потому что это действительно было очень такое напряженное тяжелое для нас время и это было первое видео сделанное из парадайз парка и наши внимательные подписчики сразу поняли что что то тут с ними не то и снимаем и не из морей но какое-то время мы не говорили чтобы мы что мы переехали непонятно потому что продавалась квартира к чему я это все говорю к тому что в принципе в прошлом году у нас стол мы решили сделать ну такой легкий на новый год в этом году чего-то видимо жизнь у нас все-таки устоялась уже мы успокоились и чего-то список у нас такой на новогодний стол очень большой ну посмотрим что из этого у нас получилось и еще один момент цены в потайе на продукты в прошлом году конечно когда мы снимали то видела ценах я говорила принципе очень мало говорила что есть и это и понятно потому что динамику цен нужно было посмотреть посмотреть долго потому что когда мы были в россии я очень часто смотрела видео цены в потайе но сейчас я понимаю реально да простят меня блогеры что эти видео они для туристов может быть и хороши но для долго живущих для зимующих они иногда очень смешны особенно если мы заходим 7-11 и говорим вот это стоит столько-то но я не знаю что это в принципе что касается поэтому я все же решила немножко коснуться динамики цен и в магазинах и динамики цен на рынке и так что мы сегодня привезли с мак так но во первых мы продолжаем брать вот такой хлеб от фирмы фамхаус он есть желтые есть зеленые есть красненький я за зеленый но поскольку в абсолютном большинстве этот хлеб у нас игре с а я делаю себе только тост утром поэтому все же мы берем красный хлеб кому-то он нравится кому-то он не нравится но единственное что могу сказать что у тех у кого есть проблемы с желудком хлеб этот очень хорош потому что он не вызывает брожение и хлеб этот не рисовый это хлеб из пшеничной муки далее вообще что касается хлеба в потайе хлеба сейчас и в теской и в бикси и в макро очень много кстати сегодня обратила внимание на то что тайцы очень много вот именно сегодня видимо перед новогодними праздниками берут французских багетов но мы решили тоже взять но только небольшой 1 а вот такие мини френчи здесь три багета маленьких багета по 90 грамм стоит эта штука 30 бат дорого это дешево но сравниваете цены с россией судить вам конечно что касается чего-нибудь вкусненького чаю кто здесь в принципе вообще проблемы нет потому что мало того что готовится выпечка всякая разная макро очень много всякого разного всяких разных печенюшек причем ассортимент постоянно меняется и наверное все что там есть мы еще за все это время не попробовали вот это просто то что у нас есть в шкафчике вот разные вот такие причем они с разными вкусами печеньки разные вафельки но в принципе все сводится к трем вещам или это как они называются корейские чикапай разного вида или это вафли разного вида вот это к 4 вот такие печенюшки тоже с разными наполнителями или это вот подобно этому разные виды крекеров с различной начинкой вот четыре вида и вокруг них китайцы пляшут и радует нас к чаю это то что не на новый год это то что обычные покупки мы продолжаем как и в россии есть овсянку на завтрак пробовали разную пробовали австралийскую но сейчас пришли уже давно вот к этой макро вскай вот если видно значит фирма ара эта фирма которая производит непосредственно продукты для макро это овсянка она ничем не на не отличается практически от нашей овелки бывает она разная мы берем вот эту жесткую которая называется род волосы и стоит такой килограммовый пакет 70 бат нам его хватает больше чем на две недели на завтраки в прошлогоднем новогоднем видео я показывала сметану сметану синенькую вот это очень неплохая тоже сметана тоже у нее за 90 там чем-то 95 97 процентов 98 по моему процентов натурального молочного молока и 2 процента заквас очки это первая сметана которую мы здесь для себя открыли открыли и в принципе я просто меняю баночки вот такую или синие берем и еще один момент зачем нужна сметана мне например мы берем вот такое молоко дач milk пробовала я мэйджи мэйджи мне не идет как-то не нравится и говорю пофигу какое молоко мы едим главное чтобы каша была нормальная но с синей крышечкой бывает она успела из голубой крышечкой крышечки зависит жирность это жирное молоко и по поводу того что в паттаге плохо с молочными продуктами но сметана выбор молоко тоже выбор ваш что касается кефира кефир есть фудмарте но цены заоблачные и вкусу я так сказать не очень доверяю поэтому что я приспособилась делать я беру литровую бутылку вот такого молока отливаю немножко кидаю туда чайную ложку приличного сметаны размешиваю и заливаю обратно к утру у меня готов очень хороший кефир просто вкуснейший свеженький кефир который я с удовольствием употребляю из него же можно откинуть творожок то есть когда так когда так и поэтому когда хочется творог пожалуйста но созрела я к этому уже когда мы прожили больше года до этого творога не хотелось вот так что с молочными продуктами в принципе я не вижу никаких особых проблем но если кто-то конечно там ряженку варенец очень много и сильно любит то этого в паттаге вы не найдете а кефирчик отличный получается так дальше мы продолжаем брать вот эти вот вот эту ветчину едим ее на завтраке и я ее использую для грибного салата тоже она очень хорошо у меня пойдет это и это уже из того что проверено с прошлого года вот такая упаковка полагиров килограммов огурчиков в макро стоит сегодня она стоит 18 бат вот это к гуляющим ценам в магазинах она была и 13 как-то попадалось и 15 но сегодня вот огурцы у нас за 18 бат об овощах о том где мы покупаем овощи вообще как это все происходит я скажу немножко отдельно морковка сегодня была по приятной цене по 18 бат вот 15 бат стоит больше чем 636 грамм морковки морковка я так понимаю что не тайская морковка китайская но я могу сравнивать китайскую морковку здесь китайской морковкой в на сахалине и это две большие разницы китайскую морковку я на сахалине не любила предпочитала местную а здесь она в принципе очень достойная и для новогоднего стола но иногда вообще беру перец болгарский сегодня он стоил 95 бат он как правило в макро всегда стоит 95 бат и красненький и желтенький но вот тут у нас на 55 бат перца это то что мы привезли из макро но теперь главная макро ская сумка на новый год мы будем готовить первый раз я буду готовить рульку кучу вариантов рецептов пересмотрела что-то как всегда для себя выбрала рецепт у меня готов осталось только приготовить посмотрим что получится на новогоднем столе рулька полутора килограммовая и обошлась она нам в 112 батов вот такая рулечка надеюсь она у меня мультиварку за лезли вот перед нами говядина килограмм стоит 332 здесь примерно килограмм производитель британия по штрих ходу нашли на сайте макро также мы берем свинину но в данный момент на свинину просто не брали часто мы берем крылышки жарим их с устричным соусом но в основном крылья выходят на 75 80 батов здесь 8 крыльев я всегда беру они килограммы крутятся вокруг 800 грамм вот здесь 800 грамм на 75 батов далее это у нас сибас который мы употребляем в уху значит как правило небольшой средний сибас это 600 700 грамм на 112 батов что мне нравится в макро что его сразу тут тебе и почистят и нужно сказать снова как его порежут но они так странным образом поступают их нужно контролировать иногда когда очень много работы они не просто почистят и соберут тебе пакет и вот я уже знаю что есть там мальчик который чистит очень хорошо то есть вот здесь я вижу что он его не просто почистил и жабры вытянул некоторые жабры не вытягивает приходится это делать дома очень приятно так вот все готовый набор на уху но и сегодня самая самая главная покупка только что мы последнее время подсели и ну раз наверно в полтора месяца у нас так подходит вот это вот будет дольше это семга семгу мы берем уже но очень давно достаточно давно наверно с полгода и в принципе пока другой рыбы мы уже не берем семга бывает двух видов можно взять семга мороженое в холодильнике она стоит игорь помогай 275 килограмм 270 бат килограмм это мы сегодня взяли свежим свежим свежую семгу немороженую килограмм стоит 305 бат немножко дороже но можно брать так можно брать так отличия есть от мороженое и не мороженое на курсу по вкусу до отличия есть не мороженое гора особенно если кто на ужин будем готовить она немножечко вкуснее чем пораженная но и И мороженое даже очень тоже хороша. Значит, если берем мороженое, то просим сделать стейк. У них там специальная есть такая машина. Они на этой специальной машине режут стейки. Им только нужно показать, какой ширины стейк вам нужен. А не мороженое, ну понятно, что стейк из нее сделать очень тяжело. Поэтому делаем филе. Сейчас вытащу, тут все замочу, но покажу. Она очень красивая, она просто восхитительная. Я ее нарежу на порционные куски и буду готовить в мультиварке. Кроме этого, вот здесь в пакете они складывают голову. Голову мы разделим на две части, косточки. И это будет и кусочек филе. И у нас из этого всего получится две ухи. Поэтому можно брать так, можно брать так. Не в суть. Очень удобно, что все это разделывается в магазине. И в общем-то, ну понятно, что семга очень полезна для здоровья. Поэтому мы ее употребляем. Вот эта семга, есть там разная семга. Нам больше нравится вот такая. Называется она селмонтраут. Это форель. Так, это то, что касается макро. Макрофская сумка кончилась. Сейчас я тут немножко наведу порядок и мы продолжим. А также мы покупаем мороженую рыбу. Ее пилят на стейке. Ну вот так она выглядит. Так, ну и две наши небольшие сумочки из Теско. Что мы берем в Теско? Ну как правило, что берется в Теско? В Теско берется то, что в макро в очень большом объеме. И нам это не нужно так много. Ну, например, вот грибы. Я их показывала где-то, по-моему, в прошлый раз. Вот этих грибов мне на салат вполне достаточно. Если брать здесь 200 грамм, стоят они что-то в пределах 40 или 50 батов. Если брать большую упаковку макро, они долго лежат в холодильнике и становятся не очень хорошими. Так будем говорить. Вымораживаются. Зачем это надо? Мы берем вот так. Дальше. Но иногда мы балуем себя, в принципе, как раз в неделю заезжаем. Берем вот такой ванильный бисквитик. Там их разное количество, с разными наполнительными. Вообще вот таких штук сейчас в Бикси, в Теско очень много. Ну, вот эта штука стоит 55 бат. Сегодня мы ее в обед съедим. Так, далее. Далее мы берем вот такие сосисочки. Здесь две упаковки по 4 штуки. Сейчас я вот это вот отделю. Это бангкок хэм. Очень часто можно слышать, что в Паттайе сосиски только из курицы и свиных нот. Вот это свиные сосиски. И написано в них внутри ПОК. Мы их используем. Нам предстоит традиционное оливье сделать. И мы запускаем их в окрошку, которую мы периодически делаем. Так что вот сосиски очень неплохие. И к пиву мы иногда за 18 бат берем вот такие вот пакетики. Это рыбка к пиву фирмы Тара. Мы берем желтый. Здесь нет перца. Есть оранжевый, есть красненький. Ну и понятно, что чем краснее, тем острее. Вот такие штуки. Некоторым они не нравятся. Привет, Серега. Но мы продолжаем. Нам нравится. Так, дальше поехали. В Таиланде из нашей жизни практически ушел майонез. И ту банку, которую мы покупали на прошлый Новый год, она долго у меня стояла. И в конечном итоге я ее выбросила. Поэтому сегодня мы искали немножечко что-то поменьше. Вот такая баночка 220-граммовая. Стоит 57 бат. Бестфуд. Когда-то еще, когда мы были в отпуске, в отпуске ездили, мы брали этот майонез. Он вполне пригодный, нормальный. Но для оливье сойдет. Съедим мы его или нет, или выбросим опять, я не знаю. Так, в прошлом году я показывала вот такую банку зеленого гороха. И еще не открывала его. Меня напугали, где-то говорили, что этот горох похожий на пластмассовый. Ничего подобного. Нормальный, хороший горошек. Не хуже нашего. И тоже мы его в оливье запустим. Так, ну, сегодня мне нужны были просто соевые соусы. Потому что там, где можно вместо соли добавить соевый соус, я добавляю соус. То есть, это курица, это рыба иногда, но не всегда. И это мясо, естественно, свинина. Тот же самый бренд Healthy Boy. Это вот обыкновенный соевый соус. Стоит он в зависимости от упаковки, какую-то фигню, 25-30 бат. По-моему, это я много говорю. И вот такой вот, который, маршрум, который я очень люблю. Эта бутылочка стоит 28 батов, 350 грамм здесь. Так, далее. И на запивку к новогоднему столу яблочный сок, 87 бат. Но мы предпочитаем яблочный сок. Соков большое разнообразие. Это стопроцентный сок, который так пить просто, ну, вот мы не можем, мы его разводим. Ну, и последняя баночка, вот такая страшная. Дело в том, что у меня на кухне появилась с некоторых пор проблема. Проблема, которая бывает очень часто в Таиланде. Это мелкие-мелкие муравьишки завелись. Я очень долго боролась с ними с помощью мела. И вроде как поначалу они его обходят, а потом назад приходят, возвращаются. Поэтому мел это все фигня. Да, нашла я другой способ борьбы с муравьями. И вот такая баночка мне поможет. 62 бата стоит борьба с муравьями. И несколько слов хотелось бы еще сказать о воде. Потому что вода очень важна в нашей жизни в Таиланде. Вода это первая еда. Значит, существует в принципе три вида воды. Это та вода, которая продается в автоматах. Которую очень рекомендовать любят в русском язычном, так сказать, интернете. Под причиной ее стоимости. Есть, но правда очень мало автоматов, которые... Литр воды в которых стоит 50 батов. 50 сатанг. Литр воды стоит 50 сатангов. Есть по одному бату и есть по полтора бата. В нашем кондо автоматы стоят настроенные на полтора бата. Что это за вода? Это дистиллированная вода. Абсолютно непригодная для постоянного употребления. Вот чайник у меня... Сколько кипятим воду в нем? Там никаких отложений, ничего нет. Поэтому, в принципе, вода это... Ну вот для варки первого, для отваривания чего-то, для чая она хороша. Но пить ее постоянно нельзя. Есть минеральная вода, которая стоит достаточно... Ну, наверное, дорого, можно сказать. Но при этом пить ее тоже, особенно в нашем возрасте, не нужно. Нам не нужны лишние отложения. И поэтому мы искали воду, просто воду из скважин. Нужна вода из таких больших производителей, серьезных фирм. Потому что все, что написано, ну вот, предположим, вода на стле, drinking water, питьевая вода. Да, она питьевая, но она абсолютно невкусная. Вода на стле нам не пошла, она не нравится. И остановились мы на фирме Синха. Нам вода эта нравится по вкусу. Она из скважин. И она, в принципе, пригодна для постоянного питья. Также мы берем в макро пиво. Бутылка вот этого пива, этой Синхи, в 7-11 стоит 63 бата. А в макро ящик стоит 675 бат, 12 бутылок. То есть выходит одна бутылка 56 бат. Также берем в регенсии в 7-11 стоит 242 бата. То есть цены на продукты в Таиланде, в принципе, за этот год не поменялись никак. Ну, они то туда, то сюда. Ну, единственное, что хочется сказать, что, конечно, укрепился бат. Укрепился почти на 9%. Если в декабре 2018 года мы меняли доллары по 32,72, то на нынешний момент доллар стоит уже 30,02. 2,05. Мы, короче, 30, даже не дотягивает до 30,1 бата. Продолжение следует...